Дорогие друзья, еще раз здравствуйте! Мы продолжаем торжество, посвященное 20-летию Ассоциации Витязи. И я приглашаю к микрофону Председателя Высшего Совета Ассоциации Витязи Николай Николаевича Немчинова. Прошло 20 лет. Сказать хочется очень и очень много. Вы знаете, за эти 20 лет накопилось много слов, много мыслей. 20 лет много или мало. Я думаю, что в масштабах даже жизни человека это много. А в масштабах жизни нашей Российской Федерации, которая родилась, как вы помните, в 1991 году, и всего ей 21 год, 20 лет это чрезвычайно много. И вот за эти 20 лет через наши клубы Ассоциации Витязей, Российской Академии Карта Шинакан, Московская Ассоциация Бурит Искусств, а фактически все это объединяется под эгидой Ассоциации Витязей, прошли тысячи детей. Тысячи детей. Конечно, не все остались они в организации. Лучшие, самые лучшие, самые достойные, самые верные и самые крепкие, они в организации остались. Стали многие из них инструкторами. Сейчас помогают воспитывать вас, молодых Витязей, и пока еще не Витязей, но кто-то и ушел. По разным причинам ушли люди, но мы надеемся, что те качества, которые мы пытались в вас, в наших воспитанников, вложить, мужество, честь, понятие справедливости, благородство, эти качества рано или поздно, они, что называется, человек и проростут. Мы надеемся на это, мы в это очень-очень сильно верим. Организация в Сити 20 лет жила трудно. Организация наша общественная, по-настоящему общественная. Мы сами создались, мы сами организовались, мы сами находим спортивные залы, мы сами пытаемся сотрудничать с различными организациями, мы находим людей, которые помогают нам. И помощи, вот так честно говоря, мы всегда ждали от нашего государства. Потому что мы считаем, что мы выполняем важнейшую государственную задачу. К сожалению, вот по-настоящему такой помощи, но до сих пор мы не имеем. Поэтому мы опираемся на вас, на наших детей, которые приходят в наши клубы, на наших родителей, которые приводят вас в наши клубы. И надеемся, что с нашей помощью, с помощью инструкторов, вы станете настоящими витязями, станете сильными, мужественными, благородными, крепкими. Мы надеемся на наших друзей, которые нам помогают. Вот на организации, с которыми мы тесно сотрудничаем. Назову только некоторые, пускай не обижаются остальные, но вот те организации, с которыми мы просто уже срослись, это Центр национальной славы. Это фонд Андрея Первозвана. Это фонд святого князя Андрея Боголюбского. Это союз ветеранов военной разведки. Это культурный центр ГУГД города Москвы. Это другие организации. Вот это наши друзья Александр Дмитриевич Макеев и Владимир Николаевич Натулабунцов персонально, которые не дают умереть нашей организации, подкармливают ее, но в том числе и на проходящих лагерных сборах. Мы провели таких сборов 10. На эти лагерные сборы приезжают ребята из разных городов, из разных стран, потому что организация за эти 20 лет, она стала не только де-факто международной, она стала и де-юре международной. К нам ходят отделения организации из Сергии, Болгарии, Черногории, Южной Осетии, наконец-то признанной, слава Богу, Приднестровья, пока еще не признанного, но не менее нами любимого и ценимого, русского Крыма, потому что Крыма не может быть другого. Русский Крым, другого Крыма нет. И вот, да, даже из такого замечательного города Львова, вот к нам тоже приезжают наши витязи, наши братья по оружию, с которыми мы тесно сотрудничаем. Много это или мало 20 лет? Я думаю, что это много. И хочу просто всем пожелать, всем ребятам, которые сидят в этом зале, которые в этом зале не сидят, которые, может быть, еще даже не занимаются в наших клубах. Любите Россию. Это наша Родина. Она полида плотом и кровью наших предков. Вы знаете, я сейчас читаю книги Валерия Евгеньевича Шамбарова. И всем рекомендую. Он часто вступал у нас, на наших военных сборах. И вот почему сказать, что не было года, чтобы на нашу страну не нападал враг. Это или поляки, или швейцы, или тевтонский орден, или крымские кочевники, или Золотая Орда, или Казанская Орда, полоксы, печенеки, калмыкии, ими имели Йонг. И наши с вами предки садились на коня, брали в руки меч и отстаивали честь, независимость и свободу нашей Родины. Великие наши предки. Нам от них осталось огромное наследство. Наша великая, любимая, несчастная и счастливая Россия. И наша с вами задача не посрамить дело наших отцов, дедов и прадедов. Сохранить то, что они нам оставили. Стать настоящими витязями. И, конечно, мы призываем наши государства, ну, призываем другие организации присоединяться к нашему Ордену делу. Воспитывать молодежь. Потому что какая молодежь вырастет, такая и будет наша Россия. Молодежь будет сильной. Смелой, мужественной, честной, благородной. Такая и будет Россия. Вырастет поколение пепси. И людей, для которых доллар, рубль, золотой телец самое главное, пропадем! Пропадем! За Русь, за веру! Слава России! Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Генерал армии, генеральный инспектор Министерства обороны Российской Федерации Николай Федорович Грачев. Я хочу от всей души, от имени ветеранов воинно-вооруженных сил поздравить вас с этим замечательным днем. 20 лет это не так мало. Это все-таки солидный срок. И за этот солидный срок в нашей, я не оговорюсь, в нашей, потому что я с 2022 года вместе с вами шагаю и всегда почти что на всех мероприятиях бываю. В нашей ассоциации воспиталось немало людей, честных, добросовестных, великих людей. Я хочу, как военный человек, сказать вот что. Вы понимаете, в ассоциации воспитываются мужественные, крепкие, закаленные, физически развитые люди. А мне, как военного человека, очень приятно, что это настоящие защитники нашего отечества, нашей Родины. Мы сегодня только что посмотрели прекрасный фильм. Посмотрели историю нашей Родины. Как ее защищали великие витязи. И мы, старшие поколения, надеемся на вас, что вы будете такими же настоящими защитниками нашего отечества. Поэтому я желаю вам крепкого здоровья, хороших успехов в учебе и продолжать традиции витязи. Мы надеемся на вас, потому что вы будущие России, а мы вам поможем во всем. Спасибо, Николай Федорович. Позвольте тоже поздороваться. Добрый день, уважаемые участники сегодняшней церемонии, уважаемые почетные гости. Нам очень приятно, нам, это фонда Андрея Первозванного и Центру национальной славы общественным организациям, которые возглавляют Владимир Иванович Якунин, организациям, которым тоже в этом году исполняется 20 лет и 10 лет мы вот уже на протяжении 10 лет поддерживаем ассоциацию витязи. Поддерживаем не только слово, поддерживаем дело. Прежде всего, проведение международного лагерного сбора, проведение его международной подготовки, проведение его международной части. Нам очень приятно этим заниматься и мы понимаем, что какими мы воспитаем наших детей, такой будет наша страна. Поэтому я хотел бы прежде всего сегодня поздравить новых витязей, пожелать им быть достойными того имени витязь, которое носили наши предки, пожелать им быть достойными тех людей, чьи имена с золотом высечены были сегодня в зале, в котором воспринимали витязи. И продолжить эти славные традиции. дорогие братья и сестры, дорогие ветераны и юные витязи. Немножко я говорил Владимир Андреевич основателю фонда Андрея Первозванного и совместного лагерного сбора Ассоциации Витязи. Да, я сердечно поздравляю вас с этим замечательным юбилеем. 20 лет это срок офицерской службы в армии и силовых ведомствах. Это срок, чтобы из юноши превратиться в настоящего мужчину, защитника нашего Отечества. И таких защитников Отечества подготовлено в Ассоциации очень много. Но главное даже не это, что внутри нашей страны существует организация, которая все свои устремления направляет на то, чтобы сегодня, когда люди разобщены соединять души, сердца, молодежи во имя своего Отечества и не только своего. Вы обратили внимание? Международная организация, международная лагерная сбора, куда приезжают ребята из славянских, из православных стран. И самая большая оценка, которую дают эти ребята, возвращаясь в Болгарию, Сельвич, Рогорию, Южную Осетию, это то, что они просят своих родителей обязательно на следующий год найти возможность и отправить их на международный лагерный сбор. Потому что, как написала в своем отзыве дофинка Станева, замечательная болгарская поэтесса, руководитель исторического туристического центра в Кайнадже, где был подписан мирный договор между Россией и Турцией в 1774 году, она написала так, что международные лагерные сборы витязей это настоящий остров славянства в сегодняшнем глагальном мире. И с каждым годом этот остров будет все увеличиваться и увеличиться. Благодаря вам и нашим надеждам на вас наши дорогие юные друзья. По сцену приглашается полковник, член правления союза ветеранов военной разведки, участник Великой Отечественной войны, профессор военно-дипломатической академии Юрий Николаевич Денисов. Уважаемый Николай Николаевич, уважаемый Игорь Львович, уважаемые все почетные гости, дорогие ребята, я как участник Великой Отечественной войны и как представитель главного разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации. Сердечно поздравляю как от себя лично и от всех моих военных разведчиков, которые просили передать вам самые-самые лучшие пожелания в вашей дальнейшей очень интересной и очень нужной для нашей Родины жизни. Я не скрою, мы буквально месяц тому назад, то есть 5 ноября, Генеральный штаб и в частности Главное разведывательное управление Российской Федерации Генерального штаба отметили 200 лет военной разведки. Военная разведка разведка никогда не отдыхает. Нет ни выходных, нет ни каких-то отпусков и так далее и тому подобное. Военная разведка постоянно находится в состоянии войны. У нас есть противники и мы очень хорошо знаем. И поэтому задачи военной разведки заключаются в том, чтобы ежедневно похрупиться, как говорят англичане, степ-бай-степ, шаг за шагом, добывать нужную, полезную, упреждающую информацию для нашего военного политического руководства страны. Да, и ваш пакет в синий сейчас отдадут. Да, так, но бывает, понимаете, вот так, даже у разведки бывает. Увели, да? Увели. Так, я хочу сказать, что там, кроме того, нет, вот другой, его, значит, союз ветеранов военной разведки. пакет. Вот этот, этот, да? Все. Да. Нет, это не ваш пакет, это вам. Заметно. Так, мы направили то же самое адрес по случаю 20-летия вашей, нашей, нашей уже теперь славной организации «Витязей». Здесь очень много и хорошо сказано о том, что вы делаете, что вам нужно делать, вот, и самые лучшие пожелания вам в дальнейшей жизни. И подписали это самое обращение генерал-лейтенант Бабаяц и ответственный секретарь Куликов. Поэтому я от всей души еще раз вас всех поздравляю и вручаю вот это обращение. сегодня такой торжественный, волнительный и очень важный для вас и для нас день. 20 лет тому назад я помню, что это было время, когда рушились все морально-нравственные ориентиры, когда стяжательство набирало силу и когда впереди казалось, уже будет какое-то беспросветное будущее. Но в то же время в России она всегда сильна такими людьми. Нашлись люди, которые были неравнодушны к ее будущим, которые были богаты духовными силами, которые могли видеть это будущее и могли повести за собой других. И среди них, конечно, было руководство, сегодняшнее руководство Витязь. Это и Николай Николаевич, и Игорь Львович. И, конечно, именно эти люди, стоявшие у истоков создания ассоциации, смогли сделать очень многое за те 20 лет, которые уже прошли. Здесь был кинофильм и показывали профессора Небречина, который большое внимание уделяет развитию ассоциации Витязи, сам выступает. И мы вместе, работая в торгово-промышленной палате, конечно, следим за тем, как развивается ассоциация Витязи. А перед этим мы находились в парламентском собрании Союза Беларуси и России, вкладывали большие усилия в создание союзного государства и, насколько это было можно в наших силах, оказывали содействие в проведении тех лагерных сборов, о чем здесь так образно было показано на экране. Сейчас ассоциация Витязи прошла уже большой рубеж и находится на международном уровне. Это очень приятно осознавать. Мы хотели бы в знак признательности руководства и к тем заслугам и к тем делам, которые уже сотворены, вручить наше благодарственное письмо, послание, письмо где мы говорим о том, что это сделала ассоциация и выражаем надежду на дальнейшее пустынки в Евгении. Игорь Порос, пожалуйста, спасибо. А для подрастающего поколения мне бы хотелось привести слова нашего великого полководства генералисикуса Суворова. Здесь говорилось о многих героях, в том числе и одехи, как Александр Дьевский, Дмитрий Новской. И вот Суворов, его девиз был такой. Возьми себе пример героя, следуй за ним, поравняйся, обгони, слава тебе. Вот как раз я хочу, чтобы вы как раз следовали этому делиту, чтобы вы выросли настоящих защитников Отечества и чтобы ваши самые дерзкие мечты были исполнены, но мечты, которые направлены на благо нашего Отечества. Успехов вам, дорогое юное поколение. Уважаемый Николай Николаевич, дорогие друзья, Главное управление МВД России по городу Москве просто так не могло обойти это событие по двум причинам. Ну, первое, достаточно давно ряд подразделений ГЛАФа взаимодействует с ассоциацией, это и отряд милиции специального назначения, все в отряде зарослуживающие помнят то легендарное посещение, да, Игорь Григорьевич, о том, как юные Витязи показали бойцам московского ОМОНа, как вести себя на боевых площадках и достаточно тепло были приняты. В Юго-Западном округе УВД по Юго-Западному административному округу тоже взаимодействуют с Витязями. Ну, и оценка ГЛАФа была пять лет назад дана и в числе немногих ассоциация Витязи получила премию Главного управления внутренних дел по городу Москве. Хочу отметить, что всего восемь организаций или же конкретных людей награждаются этой премией. Это было. Ну, вторая причина та, что я являюсь почетным Витязем и уже 15 лет взаимодействую с нашей организацией. В связи с тем, что время ограничено и, как наш ведущий сказал, уже ребята устали, адрес не буду зачитывать, но, поверьте, сам принимал участие в его подготовке, подписан генерал-лейтенантом внутренней службы по новцам, здесь добрые слова, я думаю, руководство потом прочитает и сами и доведут до вас. И здесь от Петровки 38 от нашего главка почетный подарок. Здесь наше легендарное здание, гравюра, я думаю, музей такой уже, наверное, она имеется, витязей, будет достойным экспонатом. Спасибо. Это наш самый заслуженный, самый любимый витязь генерал армии Грачок. Вообще можно попросить на сцену? Мы недавно были с детьми его дня рождения, как раз в день, когда началось контрнаступление наших восс под Москвой, родился Игландович Грачок. На сайте поздравления есть. Мы хотели бы лично его поздравить, но вручить ему икону Николая Укотника, его и адрес, в котором сказаны самые теплые слова этому замечательному русскому воину, витязю, человеку, с которого мы все берем пример. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я очень благодатен всего. Но мне под голову, так сказать, вот так посложившим обстоятельством, необходимо покинуть разные мероприятия. Я уже так задержался на целом, ну, будем говорить, на полчаса. Извините меня, но я уйти просто так, согнув спину и пройти, мне неудобно, я поэтому попросил. и сосед мой тоже самый вот он упросил, чтобы я обстал и с вами попрощался. Можно так? С вашим родителем. Спасибо вам за все. Спасибо вам огромное здоровье. Дорогие друзья, юные, молодые витязи, а наша троекратная ура генералу армии на счет 3-4. Два коротких, один длинный. Итак, 3-4. Ура! 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 И вы найдете это для вас. Спасибо, дорогие. Дорогие друзья, братья, единомышленники соотечественники, именно соотечественники, я хочу в этот день тоже вестись ко всем поздравлениям, которые получали, всем темным словам, которые сказали вам уже. Но я хочу, когда Николай Николаевич сказал о том, что Крым это истинно русская земля, это русская земля и никакая другая, я хочу так же сказать, что Приднестровье это русская земля и никакая другая, это российская земля. И когда-то графствор поставил над этой темой точку. И мы всегда с вами, всегда были, будем и есть. Я хочу зачитать приветственные адресы, времени нет, поэтому я вас еще раз поздравляю с вами. Я хочу по спортивному, по спортивной организации пожелать вам в первую очередь успеха в спортивном, вашей деятельности, пожелать долголетия. И самое главное, еще раз огромная вам всем благодарность и лично Николай Николаевич за ту работу, которую ты делаешь, потому что самое главное и спортсмены, и люди, и особенно молодежи, это умение себя найти в жизни и быть достойным гражданином своей страны. Спасибо огромное. Счастье, здоровье, я надеюсь, что наша ассоциация будет прирастать глубокими, прирастать хорошими людьми, она будет развиваться, и чем будет больше Викизи в России, где в России будет лучше. Да здравствует ассоциация Викизи и ее друзья. Да здравствует Россия. Ура! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин